Некогда имба имбущая, по мнению многих, это 2С6, или же Тунгуска. Хорошая зенитка на то время, когда её вводили. Но после этого в игре появились новые самолёты, новые ещё более имбовые зенитки, и самое главное, очень сильно понерфили управляемые ракеты. И сегодня предлагаю вам понаблюдать, а что же случилось с Тунгуской, может ли она сейчас всё ещё чувствовать себя уверенно в боях против авиации или против наземной техники? Если да, то как? Погнали, короче, в бой, будем выяснять и, по большей части, болтать о всяком разном, потому что стоять на этой зенитке придётся довольно долго. Ну, погнали? Итак, во-первых, я знаю, что брать зенитку в самом начале боя затея, ну, скорее дурацкая, чем полезная, поскольку, ну, сами понимаете, мало ли тут у нас дураков, которые захотят взять какой-нибудь там вертолёт на нарах. Мало, действительно, и на Тунгуске поэтому начинать так себе идейка. Максимум, что мы можем сделать, это уничтожить какую-нибудь Брэдли или, там, условную БМП-ху, потому что пробитие у нас 65 миллиметров в упор на тридцатках. Ну, и, собственно, хорошо, что они хотя бы есть. Это добавляет уверенности, потому что зуры понерфили. Зуры — это зенит... Я не ту кнопку нажал, потому что это вот они, да, зенитные управляемые ракеты. И сейчас, несмотря на то, что в карточке всё осталось как прежде, им добавили какую-то абсолютно безумную инерцию, и они перестали попадать на дистанции особенно. Сначала они летят прямо, если самолёт над тобой пролетает, ты по нему нормально не попадёшь, благо тут есть пушки для этого. А если самолёт далеко, то твой ПТУР просто теряет управляемость настолько, что превращается в кактус. И попасть по кому-то и сбить кого-то невозможно, даже с захватом РЛС, да или без захвата. Честно говоря, абсолютно неважно. Ну вот. Поэтому особо тут ничего нового и не скажешь по поводу Тунгуски. А, например, тот же самый Адац, даже несмотря на то, что ПТУРы понерфили, он хотя бы мог уничтожать этими ракетами не только авиацию, но и наземную технику, ибо они несли в себе заряд, способный пробивать броню. А здесь у нас ракеты чисто против воздуха. Пробитие у них 39 миллиметров, и очевидно они не пробивают вообще ничего из того, что появляется на земле. Поэтому приходится перебиваться тем, что есть. Вот что встречается из, там, вражеских вертолётов, наверное, их проще сбить, или самолётов. С чем сложнее? Что я вижу? Точнее, я ничего не вижу, но... Что же такое? Что это? Самолёт появился, судя по всему. 10 километров его даже ещё не видно. А, это дрон, наверное, появился. Но у нас вот эти ПТУРы летят на 8. Поэтому нет смысла даже пытаться работать по нему. В отличие от того же самого панциря имбового. В данном случае это всё бессмысленно. Ну, может, он подлетит поближе, и вот тогда-то вы увидите, как оно будет лететь на максимальную дистанцию. Это разведывательный дрон или это самолёт? Это был разведывательный дрон. Окей. Так, как мне теперь найти тот самый дрон, потому что его вообще не видно на фоне неба, и можно сколько угодно хотеть это сделать? Ага, вот зум. Безумный просто. И только по радару ориентируешься. А протыкать от третьего лица нельзя. Потому что что? Правильно. От третьего лица работать ничего не будет. Всё, давайте запускаем. Теперь точно долетит. Ну и, собственно, я даже не буду пробовать ничего трогать. Вы и сами видите, как эта ракета себя ведёт. Она вон летит, во-первых, теперь не по центру. А если пытаться её донаводить куда-то... О! Самолёт сбит. Отлично. Хотя бы быстро долетает относительно до дрона, который не пытается уклоняться. Там появились ещё какие-то самолёты-вертолётовичи, которых нам надо искать. Но вообще ничего не видно. О! От третьего лица захватил что-то. Ну, правда, в данном случае трупик. И мне кажется, что есть кто-то ещё помимо этого трупика. Кого мы могли бы сбить, но... Бам! А это, судя по всему, ракеты вражеских ЗРК. Ну, Су-25, конечно, придумал, как, собственно, против радарных зениток воевать. Это была ошибка. От третьего лица нормально цели не захватываются. В идеале захватывать именно вот так. Прокликивая, грубо говоря, весь сектор неба примерно в ту сторону. Ого! Что? Я не понял, как это случилось и что я захватил. Видимо, дрон опять появился какой-то. Ха! Удивительно. Ну, благо, и они вернуться хотя бы не могут от нас. Хотя у меня вон плавает захват, и ракета как будто бы даже мимо этого дрона летит. По ощущениям. Попадание. В смысле, я... Я его еще и не уничтожил. О, боже мой. Это позор какой-то. Но это наш Рекон Микро. Вот тот вдали. Вот, ну, захватывается все очень плохо. Я на всякий случай еще одну ракету дам. Ну, это мы воюем против целей, у которых нет шансов против нашей зенитки. Да, захват плавает. Посмотрите. Просто радар отмечает что-то другое совершенно. Этому дрону вообще плевать. Я самолеты одной ракеты избиваю, этот уже две танкуют. У меня, кстати, скоро зуры кончатся. Но мне надо его сбивать. Иначе он нашим наделает дел. Нормальные такие ракеты у Тунгуски. Имба. Не иначе. Еле-еле два дрона сбил. Ну что ж. Уже результат. Уже не бесполезно. Ну что. Тут у нас, получается, только наш дрон остался. Который не захватывается, кстати говоря, совершенно. И есть еще один как будто бы, да? Но это вот тот падает. Он просто еще является целью. Не, по-моему, по ощущению, там еще что-то должно быть. То ли выше, то ли ниже. Непонятно где чего. Как будто бы должно быть что-то по радару. О, прокликалось. Вон она. Летит еще один дрон. Давайте в него тоже дадим ракету. Странно, что у них не появляется ни вертолетов, ни самолетов. Штурми себе спокойно дроны. И удивительно, что у них дроны появляются. Обычно даже дронов нет. Поэтому, собственно, вот так. Я его вообще не вижу. Чтоб вы понимали, контакта не видно. Я захватил просто для себя вот кусок неба. И как бы как по нему попадать, когда ты захватываешь кусок неба. Все, у меня кончились ракеты. Отлично. По трем дронам отработал. Дальше только ехать и умирать. Ну, это я две случайно, потому что сначала отстрелил. Да. Геймплей, что удивительно произошел. Потому что обычно на зенитках и этого геймплея нет. Как там радар сворачивать? Ну, какую-то кнопку у меня было. Управление. Это никогда не запомнишь. RLS. Включение-выключение U. Оп. Нет, не это. Вот это. Вот это. Надо его остановить, потому что иначе он безумно привлекает к себе внимание. Ну, представьте, огромная, высокая, вертящаяся штука. И все это обычно плохо для нас заканчивается. Осталось только пущенные вооружения. Но им дальше, чем на 2 километра, особо не поработать. Ну, и самое главное, что никого не пробить. Может, включить радар опять? Ну-ка, давай. Хотя, чё толку-то от этого? Ну, включил я радар. Давай, захватывай союзный дрон. Нет, разведывательные дроны не захватываются. Всё. Останови вертушку. Наша задача точку захватить. Вместе с союзниками. Хотя они уже тут победили и без нас. Видимо, поэтому у них ни самолётов, ни вертолётов не появлялось. Так что первый бой удивительно. Несмотря на всё, что я тут про неё наговорил. Нормально. Давайте в следующий тогда. Странный бой. Ладно, дроны позбивали, пора и самолётов дождаться. Ну, я надеюсь, они появятся. Ведь после нерфа Зуров, ну, должны же лётчики выдохнуть и захотеть пойти уничтожать там тунгусские вражеские танки и всё остальное. Мы же видим эти видосы, как, ой, кто-то там влетает. Уничтожает всё, что хочется. А у меня здесь техника ездит. Я могу на зенитке тупо не выжить. Ё-моё. Почему я вынужден на зенитке воевать против наземки? Я не хочу. Ну, ладно. ЦВ-105-я тут приехала зачем-то. Наших объезжать. Псё! Почему я этим занят? Почему я должен уничтожать эту наземку, когда мне есть чем заняться технически-то и без этого? Ещё одна ЦВ-шка. Мы разменялись с ней, она успела выстрелить. Ну, я два наземных фрага сделал. А чё диверсанта пропускать к своим союзникам в корму? Хрен его знает. Ну, вот так вот на зенитке отыграли. Пока стоишь, ждёшь самолётов, уже всё, собственно, закончено. Эх, обидно. Ладно. Пойдёмте в следующий бой. Ага, я так не могу сделать. Ну, погнали в следующий бой. Я пока вон на Су-25 слетаю тут ещё. Так, ну что ж. Я занял какую-то фиговую позицию, потому что никакую более интересную для себя не придумал, как занять. Этот дрон не захватывается разведывательный. Я ничего не могу с ним сделать. Интересно, а могу я всё-таки попробовать как-нибудь ракет на него навести? Вот, собственно, что я имел в виду про... Она взорвалась и не нанесла урона ему? Или что это было за взведение этой ракеты? Вот она как... с какой инерцией управляется. То есть она чё-то как-то летит вроде куда-то, но вон. Ты её перенаправляешь, а она... Ишь, дальше куда-то. Я футбольный мячик. И всё. Поэтому по самолётам маневрирующим, и уж тем более по дроном, хрен попадёшь. Я не решил себе никуда съехать особо с респауна, потому что оттуда стопудово будут какие-то прострелы, и решил остаться здесь. И уже не уверен, насколько это было правильное решение на этой карте. Но с другой стороны, наверное, правильное, учитывая, что вся моя команда только что сдохла в чуть ли не полном составе. Мы опять остались здесь, стоять на респауне. Что здесь делает, например, фалкон этот? У меня много вопросов. Тут где-то был наш... Но опять ты! Слушайте, я не знаю, почему мне третий раз подряд попадается эта мягкая ЦВ-шка 90-105-ая. Это, пожалуй, один из немногих танков, которые мы легко пробиваем, потому что броня у него представлена отборным 10-15-миллиметровым картоном. Там обёрточная бумага для шоколадки, и вот это оно. Как вообще? Что? Почему я танков уничтожил больше, чем самолётов? Потому что самолётов просто нет. Мне кажется, мы в аркаду пойдём скоро на этой зенитке, потому что в РБ ловить тупо нечего. А ждать каждый раз в бою до момента появления самолётов, мне кажется, я рехнусь. Потому что они, ну, просто отказываются, и всё. Ну, возьмите какого-нибудь, а десятого? Чё там у вас ещё есть? Ну, на 10-7. Целая куча должна быть всякого разного вкусного. Почему вы ничего не хотите взять? А, вот она моя команда. Вот она моя команда. Она видит... Я даже не слышал, чтобы вы понимали этот вертолёт. О! Самолёт летит. Как он смог его обнаружить, это вопрос, на который у меня нет ответа, откровенно говоря. Ну и вот, собственно, как его этой ракетой... Да никак, забей. Просто невозможно по нему попасть, когда он маневрирует. Можно только с пушит попытаться залить куда-то туда. Ну или вот в ручном режиме бахнуть его. Не, бесполезно. Значит, просто вот так вот делаем. Не попадает. Этот радар нужен для того, чтобы просто прикалываться, видимо. Вот самолёт, который хочет от тебя увернуться, хотя бы минимально, он легко это сделает. Я... Куда? Куда они едут? Мне кто-нибудь объяснит? Почему вертолёты у противника беззвучные? Я вообще не знаю, как он умудрился его обнаружить. Там Ми-28А, который был сбит. Я его до сих пор не слышу. В чём пранк? Где он всё это время? Вот он. Вы представляете, а? Его не слышно вообще с дистанции в 3 километра. А, ну и мой ПТУР исчезнет, да, разумеется. Короче, бессмысленность этой зенитки просто поражает на текущий момент времени, когда появляется хоть кто-то более серьёзный, чем дрон, который не может дать сдачи. Его реально не слышно. Как его обнаружить? Здесь просто... Ах, с ума сойти. Я не знаю, как на этом играть. Грустно, короче. Ну и ПТУРы вот эти... Летающие как дауны. Да. Давайте в следующий бой. Так, вот у нас, как всегда, за Советский Союз сразу появляются вертолёты. Вон КА-50. Пожалуйста. У противника же, кроме вот этих шведских Ми-28 невидимых и неслышимых... Опять дрон какой-то. Я ещё за этим дымным... Оно не наносит урон. Она не управля... Это пранк. Она первый километр летит, короче, не управляясь вообще. Потом она начинает резко доворачивать, но из-за дымного следа ты вообще не понимаешь, куда она в целом летит. Ну и у противника банально, вот если появится хоть один вертолёт, обладающий желанием жить, а они обычно всё-таки жить хотят, то вот и всё. Песенка спета. Они будут вот так же непонятно где на дистанции на некоторой и неслышимы, и невидимы. И им вообще кайф. Ты кто такой? А, ты не умер, да? Это ты зря. Давай всё-таки умрёшь. Я не знаю, как мне его убить. А, что? Как? Псш. Может, я зря использую тунгуску как тунгуску? Как я... Как я уничтожил тайпа 90-го? Это, по сути, японский леопард. И... И я не понимаю, как это произошло. Я чего-то, походу, не знаю об этой жизни, либо у японского леопарда есть какие-то особые уязвимые зоны. О! Ка-50 уже полетал. Ну, на высоту, да, я бы не забирался. Всё-таки он не особо маневрировал, в отличие от того МИ-28-го, у которого Птура летит быстрее моего. И который очень хитро сагрил всю нашу команду. Как туда вообще додумался приехать этот? Изначально на деривации непонятно. И причём он всех нас перестрелял. Но это какой-то вертолётчик года. Не иначе. Да. ЗТЗ ты, конечно, придумал план гениальный. Прям дженераль, а не план. Ты выживешь хоть, нет? Что-то мне подсказывает, что нет. Радар у меня ничего не видит. Ага, где-то там танк. Давайте ему хотя бы задымим. Помешаем ему нас это проатаковать легко. Я не могу даже гусеницу ему сбить нормально. А, ну вот, попал. Попал, сбил. Может быть, он хотя бы ЗТЗ-ху пощадит за счёт этого дела. Слушайте, ну на Тунгуске всё равно есть что делать. Да, она стала хуже против авиации. Но, во-первых, против авиации всё ещё есть пушки, если она уж совсем обнаглеет и будет летать. Там карты неудобные. Надо занимать какую-то высоту было, а я так до неё и не доехал. Потому что скорость этой зенитки, очевидно, не так хороша. Да и карта маленькая. Враги могут просто успеть уже приехать и начать тебя за это дело всё шпынять. Слушайте, как и сейчас. Вся моя команда опять сдохла. Алё! Советский Союз, где твоя мощь? Да они просто умирают. Я не успеваю дождаться авиации. Когда я дожидаюсь её, то я оказываюсь в ужасной позиции, потому что отъехать от базы равно смерть. Я, блин, больше техники убиваю, чем мои на танках. Как вообще? За что так? Игра меня не щадит вообще. Им даже авиация не нужна. Зачем им авиация, если они нас на танках сейчас просто продавят и уничтожат? Это челленджер, по-моему, какой-то едет, да? Или что это? Не пойму. У меня в упоре где-то техника здесь прям. О, там наш этот самолёт-вертолётович появился ещё один. Вертолёт-самолётович. Ты кто такой? Это Абрумс, по-моему. Ну, по нему хотя бы отрабатывать пытаются. Могу ли я помочь нашим? Ну-ка, как вот тебя пробить? Топливный бак я ему сломал. То есть можно. То есть я его в крышу пробиваю, да? Вот в эту вот отвесную. Что-то из некоторых снарядов как-то рикошетит. И по итогу залетает туда. Видимо. Видимо-невидимо. О, этого тоже покарали. Ну-ка. А, он меня вслепую просто бахнул. Ну, как-то чё-то пробивается, что удивительно. На Тай-5-10-ом тоже почти поплатился за своё всё это дело. Слушайте, надо на Тунгусске пробовать, значит, в РБ ехать вперёд. И воевать с танками. Ну, не то чтобы воевать, а скорее помогать своим союзникам. То есть выходить у них из-за спины, когда они разменялись с кем-то выстрелами и не убили. И вот доедать. Ставить на гусеницы, ломать стволы. Судя по всему, Тунгуска всё это может сделать. Да, ракеты, как у Адаца, не будут работать. О, у нас за 19. Значит, у них не должно быть авиации. Я так надеюсь на это, по крайней мере. Вот. И... Может быть, в этом есть какой-то свой прикол. У Тунгуски. Благодаря её орудиям. Правда, боекомплект улетает там просто моментально. Ну, вы и сами это видели. Ну, что ж. Ладно, давайте в следующий бой, а то чё я тут на Грача летаю перед вами. Так, переправа через Рейн. Игра сказала, чтобы я вообще, судя по всему, эту зенитку не пытался брать. Ну, или такая. Если уж ты придумал для себя новую тактику с тем, что ты пойдёшь и будешь пытаться уничтожать наземку, вот и иди. Но это же не значит, что Тунгуска хорошая идея для того, чтобы воевать с танками врага в лоб. Если я могу их уничтожить, это не значит, что я этим должен заниматься. Как основной задачей. Да и самое главное, опять же, тут вертолётом прятаться можно за любым зданием, за которым только в голову взбредёт. А, соответственно, моя эффективность будет сомнительной, вероятнее всего. Да и опять же, Тунгуска сейчас отлетает от любого попадания по себе. Что довольно грустно. Уже кто-то захватывает точку А. Как ты там оказался так быстро, воин? Я поеду, разменяюсь с тобой. Ну, или хотя бы покажу, это... Моя задача ясна. Ворваться и порваться. Сто пудово здесь где-то. Нет? Нет. Вот он. Ну, всё. Я его просто не успел пробить, навестись. Он меня ваншотит, а мне надо по нему долго заливать, чтобы что-то из этой струи его пробило, попало. Ну, ну, бред же это, воевать с танками на Тунгуске всё-таки. Это только в крайней ситуации, но на этой карте небо вообще закрывать не получится. Я не знаю. Ну, понятно, что я сейчас играю на ней первым респауном, и в этом нет никакого смысла. Но... Вот мы сталкиваемся с этими проблемами, которые есть. Давайте попробую тогда дождаться появления самолётов и посмотрим ещё раз, как будем с ними справляться в следующем бою. Дай бог они появятся. Так, ну что ж. Погнали пробовать ещё раз Тунгуску. Получится у нас что-нибудь или нет, затрудняюсь сказать. У нас, как всегда, есть Ка-50. В этом проблема, кстати, наверное, Тунгуске, что она за советскую сторону. Потому что именно Советский Союз берёт целую кучу Ка-50, которые можно сбивать. Так, а противник не берёт такое количество вертолётов и самолётов. Ну и в целом, опять же, тут ещё непонятно, кто вообще их собирается брать штурмить. Мне кажется, люди просто так их не берут. Потому что Ка-50 просто легкодоступный и один из лучших вертолётов этой игры. Их много, это понятно. Поэтому у Советского Союза их куча. А вот так вот рандомный какой-нибудь итальянский вертолёт, мне кажется, не берут. Потому что... А зачем тогда? А Ка-50 уже... Опа! Да ладно! Как я тебя пропустил, милок? Держи. Нет, берут свои Апачи. Все! Где ты был? Мне вот моргнул он буквально на одну секунду на радаре. Я думал, просто показалось. Нет, не показалось. Он просто скрылся от моего радара, потому что он не вот уж прям по кромке земли видит. А радар видит на некоторой высоте. И пока вот он не пошёл и не ворвался... А, у нас Ка-50 и без хвоста. Да ладно, и так поштурмит. Чё ему? Двухосный самовертолёт. Блин, главное, чтобы ко мне сюда не приехали. Вот опять же. Я остаюсь... Да. Я остаюсь просто вот... Вроде как на базе. А противники уже на этой базе и разгуливают в полном своём обмундировании. И вон АГС просто через город проехал и теперь нас будут выкашивать здесь. Какого дьявола спрашивается вообще? Что за хрень происходит? Где найти тебя, АГС? Я не хочу на респауне стоять на зенитке, потому что стоять на зенитке на респауне... Это значит очень быстро отправиться в ангар. Скорее всего. Обычно так. Ну, потому что авиация будет искать тебя именно на спауне в первую очередь. Где там вертолёт-самолётович? Это вертолёт, я надеюсь, или что это? Да, это вертолёт. Его вон плохо видно довольно. Но, может быть, попаду без захвата. Нет, радар Тунгусский это хрень, конечно, на постном масле. Ничего не вижу, куда летит ракета. Попал всё-таки. Отлично. Гораздо проще в ручном режиме наводить. Потому что радар здесь, не знаю... Наверное, надо выключать и всё равно визуально искать. Полагаться только на него бессмысленно. Он какой-то слепой довольно. Ну, дронов разве что только помогает обнаруживать, которых так не обнаружить. Мне кажется, меня сейчас АГС валит просто. Откуда-то оттуда. Не пойму, откуда. А где? Я не знаю, где он. Я опять видел этот боеприпас, а АГС не вижу. Он просто стоит там где-то, да, у воды. И всё, и кайфует. И всю нашу команду сейчас выкосит. Ну, молодцы, ребята, кто его туда пропустил. Игра на зенитках на топовых в этой игре. Это, конечно, прикол. Ты либо стоишь просто как неудачник. Либо, не знаю. При том, что, на самом деле, какой-нибудь флорократ совершенно не лучше в этом плане. У Тунгуски есть пушки. Она может за себя хоть как-то постоять. И то, видите, как это получается. Ага. А по большей части нифига и не получается. Блинский чёрт. Я рак... А, я взял Р-60М. Там, по-моему, просто то ли вертолёт, то ли самолётович. Надо пойти его уничтожить. Ладно, я опять на Су-25. Хватает, кстати, чтобы опять очков два самолёта вертолётовича сбили. И хватает очков, чтобы на этом полететь. Короче. Давайте до следующего боя на Тунгуске. Знаете, несмотря на испытываемое давление в начале боя, всё-таки зенитки здесь не бесполезны. Я думал, Тунгуске нечем будет заняться совершенно в этом плане. И что это такое? Они просто меня впаяли сюда и... Понятно. В общем, я думал, что зенитке будет совсем нечем заняться. Но Тунгуска универсальна всё-таки. Несмотря на то, что у неё нет тех ракет, как уладаться. Пушки помогают ей в случае столкновения с противником в упор. И те же самые ЦВ-шки поковырять. Или там, мало ли, вдруг на тебя кто-то вылетит бортом и видеть тебя не будет. Тоже неплохо. Да и защищать свою авиацию. Свою, точнее, наземную технику от вражеской авиации. Тоже помогает. И от дронов он посбивает всякие там разведывательные БПЛА. Короче. Как-то это. Многозадачно и не очень эффективно по итогу всё равно. Потому что живучести этой штуки не хватает. Ну, просто генерально. Слушайте, у нас какая-то проблема. Команда попалась. Которая решила протолкать вообще всех и везде. Ну да, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, они друг по другу стрелять будут. Вот дураки-то, а. Господи, конченный придурок. Ну вот... Делать тебе, что ли, нечего? Иди воюй. Сами друг в друга просто повтыкались. О, вертолёт. Ничего себе. Ну как-то так себе для того, чтобы мне его сбивать. Очень неудобно. Не знаю, где его искать. Надо идти к набережной туда. Может, там я его лучше увижу. Главное не схватить звездюля уже до этого момента. И слышать я его всё равно. Кстати говоря, не слышу этот вертолёт. Вот я его так мельком увидел, что-то там в проулке услышал. Так, чуть-чуть. И всё. Но мне кажется, он уже погиб. Хочется в это верить, по крайней мере. Или я сейчас тут умру просто на набережной. О! Опять ты! Откуда здесь эти ЦВшки в таком количестве? Опа! Вот и он. Я его сбил. Это Little Bird, интересно? H6M. Но вот живучесть Тунгуски, да, в прямом столкновении с вертолётами и самолётовичами, что-то как-то меня не радует совсем. Я просто опять отъехал. Хотя я его, ну, знал, где он. Я его увидел, начал стрелять. Но ему хватило просто одного рандомного попадания одной рандомной ракетой. Чё-то как-то так себя ощущается. На радар, опять же, полагаться нельзя. Ну, бессмысленно это. Опа! Это самолёт или... Да, судя по всему, самолёт. Так что уж очень быстро летит. Ну, вон, опять этот квадратик ездит везде. Проще вообще не использовать эту всю фигню. Хотя без неё хрен попадёшь по нему, мне кажется. Не знаю, будет он знать о том, что по нему пуск идёт или нет. Пока он не уклоняется, шанс попасть по нему ракеты есть. Хотя она уже, видите, странно себя ведёт. Она просто на дистанции свыше пяти километров начинает, ну, переставать донаводиться. А вот так вообще без шансов, я так понял. Я попал по нему, но не убил. Я не знаю, он... Ну, по-моему, бессмысленно абсолютно. Надо на авось вот так вот кидать. Ну, я не понимаю вот этого прикола. Я попал по тебе ракетой, мразь. Он летит, как и летел, и ещё меня умудрился уничтожить. И вот ты только вроде понимаешь, что Тунгуска чё-то может, и тут и там. Но насколько же она теперь стала... Не знаю, можно ли это назвать скиллозависимой? Ну, наверное, да. Ну, что это такое, потому что? По радару абсолютно бессмысленно стрелять. Он упреждение показывает тебе какое-то абсолютно рандомное. Причём, как ни заливай, ты в любом случае не попадаешь. Абсолютно никак. Проще играть без радара. Без радара ты тупо цели не видишь. Да. Стало гораздо сложнее, чем было когда-то раньше, когда можно было стоять на месте и просто... Кидать птуры один за другим. Сейчас ты уже просто так птурами не позбиваешь. Вон он начал уклоняться и уклонился. Всё, ты по нему не попадёшь по точке упреждения. Этот птур разбалтывает. От любого манёвра он просто перестаёт попадать. Это, конечно, очень обидно. С другой стороны, вроде как... Это у всех так? Не только у меня. Значит, мы сами на самолётах должны более как-то удачно штурмиться. Теоретически. На практике, конечно, пошёл нафиг, скорее всего. Где вообще кого искать? Есть желающие? Если есть, то я никого не вижу. Вот у них здесь... Это по мне или это вертолёт? А, нет, это по мне зенитка какая-то фигачит. Ну вот как бы и чё им делать здесь теперь? Так он попадёт рано или поздно, мне кажется, если сильно захочет. Пушечных зениток я теперь боюсь гораздо больше, чем зениток, ну, которые ракетные. Потому что вы сами видите, как ракета себя ведёт в современных реалиях. Ну, блин, я на нарах. Что я ему могу сделать в конце-то концов? Ну, куда-то вот в ту сторону. Ну, конечно же, я не нанёс ему урон. Зачем наносить урон в конце-то концов? Да пошёл ты в жопу, неповоротливая корыта! Я тупо не смог на него навестись. Надо было из пушки пострелять. Ай, в следующий бой. Меня же бомбит. В начале этого видео, ну, когда я начал его записывать, я думал, что клубок противоречий касаемо Тунгуски у меня распутается. Но теперь я запутался ещё сильнее, как мне кажется. Потому что это теперь настолько непонятно и неочевидно. Что там происходит? У нас союзники... А, да, вот так даже. И чё мне делать? О, я его кританул. Это Меркава. Нас уже опять просто... Как я его там могу обнаружить? Он стоит, он хрен знает где. Ладно, не буду тратить на него боекомплект. Всё равно шансов у меня немного его уничтожить. Там появился самолёт Вертолётович. Но он, наверное, убежит. Я за дымным следом не вижу, куда ракету везти. Успею, нет? Эх, наверное, не успею. Он от меня скрылся. И как бы я ещё вырезаю целую кучу вот этих вот неинтересных нюансов. Боевых. Он от меня убежит. О, не убежал! В смысле? Как я его вслепую... Ха-ха! Это было хорошо. Чего там вообще? Я куда-то вслепую просто завёл. С ума сойти. В общем, думал, будет скучнее. Но так как я вырезаю для вас самые скучные моменты, то вы уже к экшену приходите, и тут вон что происходит, а? Вот ситуации разнятся. То ты делаешь какие-то невероятные киллы, то тебя бросают на респауне, и ты за это погибаешь, то происходит ещё какая-нибудь фигня. Вон самолёт летит. Карта хорошая, кстати говоря. Ну, тут прям я вижу небо чётко, легко и всё подряд. Как-то странно. Всё равно ощущается. То урон не нанесёшь по самолёту, попадать по ним стало определённо сложнее. Зурами даже такими быстрыми и топовыми, как у этого. Радар какой-то очень всратый, вы сами видите. Но при этом вроде как танки можно убивать, но при этом они мешаются больше. Вон, на респауне у нас тупо умирают чуваки. Ну вот как мне на этой зенитке? Это та же самая меркава. Они просто гноят наш респаун. Я на другом реснусь. Кху дьявола вообще, как на ней существовать, когда в этих топовых боях ты тупо умираешь моментально? Закину. Я, наверное, надеюсь, что он не обратит внимания на то, что по нему летит ракета, и, судя по всему, не обращает внимания. Этот съезжающий прицел... Её просто раскачало в полёте, вы это видели? Он даже не уклонялся. Моя ракета просто не смогла на него навестись на дистанции в 5 километров. Офигеть. Она просто сама собой раскачалась в полёте и начала туда-сюда ёрзать. И перестала попадать? С ума сойти. Ладно, хоть я дублёр взял. Там дрон, что ли, какой-то есть? Или что он мне показывает? Да, вон что-то летит. Нет, это не дрон, это самолёт. Это наш вертолёт. Захвата не происходит от третьего лица, видимо, только на какой-то дистанции. Но как будто бы в принципе не должен происходить этот самый захват. Ну вот, и как будто парадокс прям. Вроде и что-то как-то на ней можно делать в разных всяких ситуациях. А вроде и как же неудобно на ней играется. А самое главное, это броня 8-миллиметровая. Ну это вообще пранк какой-то. Тот, кто придумывал эту броню, вот ему бы на ней и воевать. Вон, чё с ракетой происходит? Она просто прыгает вверх-вниз сама собой. Он даже не пытается уклоняться. Я не знаю, каким чудом я по нему попал. Он опять не умер. Что с этими зенитными ракетами? Раньше тупо были ваншоты. Ракета потеряла путь. А надо него тупо не доворачивать теперь уже. Я понял. Надо брать с упреждением. Во-во, она начинает от него отставать. У меня вообще сбросилось. Он диполи кинул? Да, он начал диполи кидать. Всё, я на 4 километра. Если он пытается хотя бы минимально маневрировать, уже перестаю по нему попадать. Потому что ракета разбалтывается. И всё. Но вот теперь он не уклоняется. Теперь-то попадёт. Господи, с ума сойти. Это А4Е был. Не какой-то сверхманёвренный и быстрый самолёт. Просто фигнюлька. И даже он доставил мне так много проблем. Там на ША-10 летает. Такое ощущение, как будто там всё-таки есть что-то, что я ещё могу позахватывать. Да. Дрон, что ли, какой-то 5 километров? Что это такое? Учитывая, как медленно летит, скорее всего, дрон. И надо попробовать его убрать. Ну, слушайте, есть чем заниматься. Реально дрон. Всё. Там ещё самолёт, что ли, появился? Или чё? Или это вертолёт? Нет. Это опять дрон какой-то, походу. Или что это? Нет. Быстро летит слишком. Самолёт летит. Бам. Это реально был самолёт. Г-91. Ну вот. Есть ситуация, когда тебя не приезжают убивать на респаун. И ты такой, хлоп, минус 4 самолёта. Там или 3. Но... Ё-моё. Как же всё-таки неудобно. Какая же она уязвимая. Это зенитка. И из-за этого как-то прям грустненько существуется. Но она десятая летает. С палочкой это союзник. Без палочки это вроде как противник. И вот чё там за противник такой? Кого я вижу опять? Я не понимаю. Как будто бы кого-то вижу. Но ни на кого. Не просто не прокликивается радаром. И соответственно ищи свищи чё это такое. Он исчезло всё вообще. Может вертолёт там по кромке где-то летает. Хрен поймёшь. Но мне надо на Б идти. В любом случае пополнять боекомплект. Умирать от Меркавы. Раз уж такая ситуация. Ну пойдём повоюем. Пушки-то у меня остались всё ещё. Пушки чё-то могут. Хоть и не очень уверенно. Так-то теоретически не была бы... А. Да? Даже вот так? Где он там? У нас просто на респауне уже есть противники. Я вообще поражаюсь боям на топах. И тому как тут всё местами происходит. Турма просто сгрызла пума. Это вот это... Где? Чего? Что за тайминги? Я услышал слева какой-то двигатель и в этот момент выезжает пума на меня. Блин, какой же больнючий на этом всём деле геймплей. С ума сойти. Ошибок не прощает вообще. Ну, на самом деле не знаю. Вот может же, если очень сильно захотеть, если самолёты вообще не пытаются уклоняться. Но теперь я могу сказать так. Так, противника, который хоть немного понимает, что зенитки его ждут, его вообще хрен собьёшь. Ну, очень тяжело будет. Это уже настоящая баталия умов начнётся. Как, там, чего. Потому что, если ты по цели, которая даже не пытается уклоняться, попадаешь с трудом, если не считать дрона, да, там, вертолёты, самолёты, по степени возрастания сложности, то, блин. Как оно против противника, который уклоняется, ну, очевидно. Как с тем Ми-28 будет, который всю команду вырежет. Это уже похоже на какой-то баланс, что ли. Даже не знаю. Это явно не самая худшая зенитка на этом боевом рейтинге, по ощущениям. Ведь она может и всякие там ЦВшки вон подъедать, и самолёты, и вертолёты сбивает. Ну, и дроны в том числе. Так что Тунгуска хоть и стала хуже, теперь это точно не имба, но играть на ней вполне возможно. И для сетапа очень даже подойдёт. Надеюсь, было интересно понаблюдать за Тунгусской в её условиях нынешних. И если так, не забудьте поддержать это видео, а я пойду ещё что-нибудь поищу, о чём сделать новое видео. Завтра обязательно выйдет. Так что, всем удачи и до скорых встреч.